В праздничные дни 76 человек пришли к врачам с жалобой на укус клеща. А за прошлый сезон пострадавших от этих насекомых в Кировской области было больше 10 тысяч. Но больше медиков тревожат увеличивающиеся показатели инфицированности насекомых. 40% клещей в 2016 оказались переносчиками баррелей и почти 4,5% заражены клещевым энцефалитом. Последнее заболевание опасно не только своей летальностью. В прошлом году от энцефалита скончалась кировчанка, но и тем, что выздоровление не всегда бывает полным и человек может остаться инвалидом. Подхватить паразита можно даже в городских парках. Насекомое какое-то время передвигается по телу, а затем впивается хоботком под кожу, винчивая его как штопор. Именно через этот хоботок и будет поступать в человека инфекция. Мнение специалистов, стоит ли удалять клеща самостоятельно, расходятся. Но все единогласно и настоятельно рекомендуют. Насекомых ни в коем случае нельзя выбрасывать. Их нужно сдавать на исследование. В лабораторию клещей привозят в специальных контейнерах с оптимальной температурой для хранения насекомых. Клещи в лаборатории доставляются водителям. Вместе с сопроводительным списком, в котором указан пункт оформления, штрих-код пациента, фамилия пациента и количество клещей, поступивших в лабораторию в данный момент. При поступлении в лабораторию клещи растираются в специальных фарфоровых ступках для получения жидкого препарата, из которого в последующем будет выделен генетический материал возбудителя инфекции. Выделение этого материала происходит на современнейшем оборудовании, в том числе методом полимеразной цепной реакции. За изобретение этой диагностики ученый Кэрри Бэнкс-Мюллис даже получил Нобелевскую премию. Метод позволяет диагностировать наличие долго растущих возбудителей за короткий период. И сейчас на исследование клеща в среднем уходит всего около двух часов. В Кировской области исследуют клещи не только на наличие энцефалита и барлиоза, но и маницитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека. Чтобы предотвратить укусы клещами, следует помнить простые правила. Надевать максимально закрытую одежду, пользоваться репеллентами и не забывать осматривать себя и близких. А в случае укуса сразу обращаться к специалисту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова